Афанасий Никитин, Иван Грозный, Пётр I, Екатерина II, Матвей Казаков, Карл Росси. Все эти известные имена объединяет один город – Тверь. Древний город, из которого Афанасий Никитин отправился в свой индийский поход, вызывает у туристов особенный интерес. Только за последний год число запросов на отдых в тверских краях выросло в два раза. Супруги Светлана и Павел Артемьевы в Твери уже во второй раз. Раз они останавливались здесь в 2016 году во время путешествия по Золотому кольцу. В их памяти осталась уютная набережная и старинные улочки города. В Твери они возвращаются с большим удовольствием. В таких старых городах какая-то своя определенная атмосфера. Очень зеленый город, замечательный город, красивый город, душевный город. Туристы из города на Неве увидят все самые интересные исторические места, в числе которых набережная Афанасия Никитина – места, связанные с Михаилом Тверским и Екатериной Вилли. Экскурсоводы отмечают, что в последний год поток туристов в наш регион увеличился значительно. Этому поспособствовала не только пандемия, но и привлекательное географическое расположение между двух столиц. И, конечно же, богатая история Твери. Каждый год появляется что-то новое, разрабатываются интерактивные программы. Больше ассортимент становится обзорных и тематических экскурсий по Твери, по Тверской области. Разрабатываются авторские маршруты. Приезжают много раз туристы повторно. И третий, и пятый, и десятый раз в Тверскую область. Их тоже нужно удивлять, им нужно показывать что-то новое. На месте не стоим, стараемся. Легко сориентироваться в новом пространстве помогает гостям города Туристский информационный центр. Он работает уже пять лет. За это время сотни туристов воспользовались его услугами. Записаться на пешеходную экскурсию, узнать график работы музеев, скачать мобильный гид по городу. Все это можно сделать в Туристском информационном центре. Сегодня мы отмечаем повышенный интерес туристов к нам. Сотрудники центра всегда рады помочь гостям и посоветуют, как провести отпуск или выходные с пользой. Точкой притяжения давно стали и традиционные ярмарки и гастрофестивали, которые организуются в городе. События такого масштаба ежегодно посещают десятки тысяч гостей.